На породных форумах и в группах в соцсетях люди часто спрашивают, как им сделать документы на щенка, которого они купили без документов. Поговорим сегодня о том, возможно ли это и что это дает или не дает. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года, питомник лабрадора from Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Прежде всего, хочу напомнить основные случаи, когда щенков продают без документов. Первое. Хозяева породистой суки, которые вовремя не оформили документы при наличии щенячьей карточки, вдруг внезапно решились обзавестись щенками. В спешке выбирается на обум какой-то там жених с документами или без, и потом плоды их любви продаются без документов. Для себя, для души. Второй вариант. Случайно произошла вязка с метисом или дворнягой, или с кобелем вообще другой породы. Третий вариант. Как правило, заводчики ставят отметку документов щенков с племенным браком не для племенного разведения. То есть собака не подходит к тому, чтобы в дальнейшем иметь щенков по очень серьезным причинам. Но владельцы такого щенка в будущем все же решаются повязать свою собачку. Естественно, щенки будут без документов. И четвертый вариант. Когда по мету не оформляют документы, если есть непреодолимые финансовые разногласия между владельцами суки и кобеля, или между совладельцами. То есть случай мошенничества одной из сторон. Как видим, все причины очень весомые для того, чтобы не ввязываться в авантюру с приобретением щеночка без документов. Но для многих людей важна экономия. Ведь такие щенки продаются очень дешево. Да и продавцы в 100% случаев вешают лапшу на уши доверчивым покупателям. Рассказывая байки о чистокровности, мы не для денег, зачем вам эти бумажки, потом документы себе сами сделайте и так далее. Зачастую такие покупатели удовлетворяются сказочными объяснениями и живут себе с такими собачками и не морочат себе голову. Но не все. Некоторые вдруг внезапно осознают, что хотели бы большего. Например, деток от своей любимой собаки, чтобы все было как положено, как у людей. Или в выставках поучаствовать, или в каких-то других собачьих мероприятиях. А кому-то и просто для того, чтобы потешить свое эго. Вон у всех соседей собаки с документами, а у меня Бобик без роду и племени. Я тоже хочу сделать документы и быть не хуже. И тогда они начинают искать возможность оформить или даже купить документы своей любимой собачке. Да, к сожалению, документы хоть и не часто, но продаются разными аферистами. Можно прикупить такую вот фальшивую родословную и потом ей гордиться. Правда, настоящей она от этого не станет. Но не всех это устраивает. Некоторые хотят настоящую родословную, но в данном случае настоящую полноценную родословную сделать не получится. Потому что предки этой собачки неизвестны. Возможно оформить только так называемую нулевку. То есть родословная будет начинаться с этой собаки, а в графе предки будут пустые поля и надпись «нет информации». К тому же еще важнейшее условие. Такая собака должна пройти осмотр у нескольких экспертов, кинологов и получить положительную оценку. То есть они должны подтвердить, что собака внешне напоминает заявленную породу. И только тогда можно претендовать на то, чтобы вступить в клуб и оформить эту самую нулевку. Правда, право на разведение, то есть на то, чтобы официально иметь щеночков, она не дает. И даже если бы давала, то толку все равно бы не было. Потому что в этом случае половина родословной у деток все равно будет пустая. Далеко не всем покупателям это подойдет. К обелю с нулевкой шансы найти невесту стремятся к нулю. Ведь вокруг полным-полно прекрасных женихов с шикарными настоящими родословными. А для невесты с нулевкой шансы найти достойного жениха тоже минимальны. То есть так как далеко не все владельцы женихов захотят породниться с собачкой неизвестного происхождения. Из положительного для собак с нулевками только то, что они могут выступать на некоторых собачьих мероприятиях. Но и тут ложка дегтя. Они сильно ограничены в получении титулов. То есть победить они не смогут. В общем и целом мораль такая. Получить документы, то есть нулевую родословную на собаку без документов можно. Если она внешне похожа на породистую. Что подтверждено экспертами. Но толку с этого никакого нет. Только лишние растраты. Поэтому прежде чем приобрести недорого щеночка с рук без документов. Польстившись на копеечную цену. Подумайте сто раз. А что там будет в будущем? По факту любая кинологическая жизнь без документов будет для вашей собаки закрыта. А это будет не исправить. А когда нельзя, то всегда очень-очень хочется. Не так ли? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.